всем привет сегодня утро второго дня вчера совсем забыла рассказать о том что в этом дворе снимался фильм хаттабыч и вот через эту арку и через эту арку въезжал верблюд со своими пряностями вот нам и пошли покорять дальше я вам не скажу за все теперь пришли мы к затонувшему кораблю не знаю получится ли у нас подобраться поближе или нет но мы постараемся а перед этим у нас рубрика запусти змея на берегу и вот у нас вторая попытка с первого раза у нас не получилось конечно очень сильный ветер и может быть плохо слышно у нас получилось практически все таки здесь не закрытая зона и сюда может прийти каждый желающий прям возле пляжа лежит этот корабль вот так вот очень выше него военная база вот такой вот корабль вроде бы как несколько лет назад уже сезон пока будет берег не все боятся холодной воды вчера встретили телевидение которое снимала моржей здесь одесских и вот походу один из них сегодня пришел только выплыл в т.к. 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 Субтитры делал DimaTorzok Не все, конечно, дома еще довели до ума, еще очень много работы здесь, чтобы их привести в порядок, но, повторюсь, еще раз, архитектура, конечно, потрясающая. Вот мы и пришли к Шанскому дворцу, сейчас посмотрим его со всех других сторон, как он выглядит. А это у нас уголок Старой Одессы. Вот так вот он выглядит, и вот такой вот мост. Там Лёвышкой стоит вдалеке. А вот мы и дошли к Тёщиному мосту. Вот такой вот он выглядит. Вот так вот он выглядит сбоку, в общем. И сейчас мы на него пойдем, смотрим еще раз на порт. Там в порту стоят несколько кораблей, один как будто бы старинный. Вот. И вдалеке там видно арку. Пройдем к ней. Теперь история про Тёщин мост от Сани. Да. Тут был какой-то чувак, мэр там, допустим, я не знаю. И у него появилась тёща, и ему лень было пешком обходить вот этот овраг, где находится мост. И он специально для себя говорит, постройте мне мост, чтобы я так к тёще, к любимой ходил, побыстрее. Ну, если верить в описание в интернете. Ну, вот так вот. Ну, и, конечно же, как без триумфальной арки. Куда же без неё? Ну, а мы ходим-ходим кругами, но никак мы не можем уйти от этого порта. Всё очень настолько красиво, прям мы не можем. И вот мы никак не уйдем. Ну, вообще не можем никак. В общем, в интернете мы нашли адрес одного дворика. Ну, одного из двориков. И вот это первый, который наконец-то был открыт. Ну, и ничего суперкрасивого здесь, к сожалению, нет. А в описании было, типа, очень красивые колоритные домики, дворики. Ну, как-то так. Ну, вообще есть ужас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Контраст Одессы. Как вам такое, а? И это одна из улиц, которая считается 10 опасных мест в Одессе. Вот это одно из этих мест. Здесь в прошлом веке жили воры, самый такой костяк опасный одесский. Но потом со временем всё изменилось. Как-то улица пришла в заброшенность. И вот сейчас здесь также и опасно стало ходить по вечерам. И одесситы стараются входить эту улицу в сторону, потому что здесь... В Одессе, помимо достопримечательностей вокруг, здесь главная достопримечательность – это коты. Они здесь везде живут. Очень чистые, красивые. И вот один из главных котов. Теперь мы пришли к Одесской областной филармонии. Вот так вот она выглядит. Вот такое здание. Очень огромная, очень красивая постройка. И вот такая архитектура. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова Друзья, если будете в Одессе, обязательно зайдите в магазин «Душка» и купите натуральную косметику. Она очень крутая и очень качественная. Я на правах рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это дворик, в котором находится памятник. Стас Домбровский приводил сюда русского туриста одного. И вот блогера из России. Вот. И вот мы пришли сюда. Кого? Петеньку печеньку. Вот так вот. По-моему. Это не точно. Этот памятник находится на Дерибасовской 3 во дворике. Если позвонить в хостел и попроситься, вас обязательно сюда впустят. Поэтому не стесняйтесь. И обязательно зайдете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА